Безусловно, одним из главных событий сегодняшнего дня для России на Олимпийских ирах в Пхенчане стало блистательное выступление молодого, скромного, но искреннего сибирского парня Никиты Трегубова. Он стал вторым в скелетоне, уступив лишь Юсун Бину, но, наверное, обыграть южнокорейца сегодня было просто невозможно, потому что у него было неоспоримое преимущество домашнего трека, по которому он проехал сотни, если не тысячи раз, и ни у кого из его конкурентов такой возможности и близко не было. Сегодня южнокорейц мог проиграть только если бы сам ошибся, но, к счастью для Кореи, этого не произошло. Он ровно провел все четыре заезда и, по сути, ни у кого никаких шансов не было. Получается, что Никита Трегубов показал максимально возможный результат, обыграв абсолютно всех, кроме этого самого Юсун Бина. И, на самом деле, это очень-очень и очень большое достижение. Трегубов постоял за себя, за Александра Третьякова и Елену Никитину, которых сюда не допустили, да и остальных спортсменов тоже. Он постоял за всю страну. Никита показал, что у нас есть молодые ребята, которые никого и ничего не боятся и, несмотря ни на что, продолжают выигрывать медали на самых серьезных стартах. Позже, общаясь с журналистами, Никита как бы между делом упомянул, что у него есть какие-то мозольки. Упомянул и как будто сразу же забыл. Мы бы, наверное, тоже пропустили это мимо, если бы потом случайно не увидели его руки, которые были реально не мозольках, а мозолищах. Одну из фотографий вы можете посмотреть прямо на этой самой странице и убедиться, что там не все так просто. И для любого из нас такая мозолина доставила бы серьезные неприятности в обычной бытовой жизни. И мы бы вряд ли так спокойно могли об этом рассуждать. Но для Никиты это совершенно обычная ситуация. Я думаю, для такого крепкого сибирского мужика, как он, даже если бы на этой мозоли выросла еще одна мозоль, он отреагировал бы точно так же, потому что для спортсменов все эти травмы – это обыденность, это норма. И мы должны понимать, какой ценой даются им эти медали и ценить ребят. Они жертвуют своим здоровьем, и это очень непросто. Поэтому давайте будем к ним более добры и больше радоваться их успехам и сопереживать неудачам. Им это очень нужно.